Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я смотрю, что по комментариям судьи людей возмущают не только, конечно, предстоящие концерты Арбакайте в Петербурге и в Москве, но и, значит, возвращение не только Киркурова, но и Александра Ревы. Он выступил на премии «Золотой граммофон». Кадры сейчас будут на ваших экранах. Вы знаете, не только позиция самого Ревы, который, как писали СМИ, после начала операции перебрался в Испанию, как писали, вроде что он там отдыхал, но уж слишком долго он там отдыхал, потом вернулся, журналисты пытались задавать ему вопросы, жена его от журналистов всячески оберегала, чтобы, так сказать, какой-то вопрос там не тот не задали. То есть, ну, не было его. Никаких, естественно, позиций по операции высказан не было, учитывая, что, как пишут СМИ, президент сопредельного государства, его и друг, они дружат еще с КВН. Правда, мама Рева говорит, что, ну, они играли вместе, так сказать, и что, значит, они дружат, что ли? Но СМИ подчеркивали, что дружба у них сохраняется. Это, по-моему, накладывает определенный отпечаток вообще. И, вы знаете, конечно, с учетом всего, с учетом всего сказанного, про него и программы показывали, на ток-шоу разбирали его, там, и семейные вопросы, всякие разные. И отец заявлял о том, что Рева говорил ему в разговоре, что он не может приехать в Донецк на родину, потому что его иначе не пустят туда, в столицу сопредельного государства. То есть, он целенаправленно туда не ехал, потому что ему хотелось больше поехать там, где его друг, президент, сидит сопредельного государства. При этом этот человек переезжает совершенно спокойно, поет. Меня больше возмутило, вы знаете, не то, что больше нет, а равно так же. Не само его тоже возвращение и выход на сцену. Причем ему не пришлось даже ехать ни на какой Донбасс, ему не пришлось ничего говорить нигде. Я думаю, что он бы и не поехал, потому что он же отцу сказал, если я приеду, меня туда не пустят. То есть, у нас в стране на сцене поют те люди, которые открыто говорят, что мы не можем туда поехать, на Донбасс, потому что нас не пустят в Киев. Но они могут петь. И вы знаете, больше меня еще возмутило, вместе с тем, вместе с тем, не больше, а вместе с тем, подтанцовка. Это вот то, что было раньше, то, что было до начала операции, то, что, слава богу, ушло. Это откровенные наряды вот этих девочек на подтанцовке. Я не знаю, это боди или что это такое, или трусы какие-то эти. Ну, с голыми практически жопами опять на сцене. А, значит, песня, песня, это же просто ужас какой-то. Танцы под алкоголем, та-та-та-та, фиеста, что-то там. Это о чем песня вообще? Это что такое? Или как он пел «Алкоголичика, милая личика»? Это что? Это какое нравственное развитие молодежи? Это что развивает вообще в обществе, в нашем обществе? Это какой несет положительный импульс? Алкоголь-то по курению вредит здоровью. Что танцы под алкоголем, а у нас с тобой фиеста. Что это такое вообще? Это пропаганда чего? Пропаганда нездорового образа жизни, или что это такое? Я задаю вопрос. Почему никто из общественников, кто так рьяно взялся за поющих блогеров, или молодых исполнителей, не обратил внимания на Реву, который на сцене с золотого граммофона поет танцы под алкоголем? Это что, не пропаганда, не здоровый образ жизни? Вот недавно Мизулин обращал внимание на молодого какого-то исполнителя, который пел про алкоголь и пропаганда. И действительно на него составляли протокол и все остальное. Он извинялся и учащил слова. А здесь все нормально? То есть тоже, конечно, вопросы вызывает. И я считаю, что необходимо обратить внимание и на текст песен, и на вообще факт его появления. Но каким-то образом, наверное, может быть, все-таки нужно обратиться к людям. Еще раз говорю, друзья, ну и вопрос к нам тоже. Почему? Потому что те, кто покупал билеты, например, или, например, будет покупать билеты на Арбака, это часть общества, им вообще все равно, что происходит. Еще раз говорю. Так же, как владелец кофейни, которая вон в Люберцах, сейчас ее уголовное дело завели на нее, радовалась, что она бомжей выгоняет. И пишет, я участников федерации бесплатно выгоню, без регистрации СМС. Ну, издевалась, что она выгоняет. Вот это такие люди. То есть им все равно, понимаете? Абсолютно все равно, что там приезжает Арбака это петь, посмотрите мое предыдущее видео, или поет вот этот гражданин тоже. На текст песен все равно. Я не хочу, как гражданин России, чтобы мои дети слушали эти песни. А в основном это все равно более детская аудитория. Детская, юношеская. Танцы под алкоголем или алкоголичика, моя милая личика, это вообще что такое? Как дети потом будут воспринимать, соответственно, эти все вещи? Поэтому я считаю, что мое мнение, здесь можно ее смотреть и пропаганду нездорового образа жизни, и его, в принципе, позиция какая-то, она совершенно непонятна. А теперь раз, два, три спой, и как будто уже и не было ничего. Понимаете? То есть, конечно, те, кто в высоких кабинетах лоббирует их интересы, должны задуматься не над тем, что они там получат или не получат деньги, а над тем, что страна изменилась, люди изменились. И делая такие, совершая такие поступки, возвращая этих людей, в общем-то говоря, нарушается тот порядок общественных отношений, который сейчас установился на фоне проведения операции. Трансформация людей-то очень глубокая. Люди хотят чистоты, искренности, правды, чего-то настоящего. Понимаете? А тут в глаза пихают, что вот, значит, пожалуйста, смотрите, слушайте. Это же они сами, не сами делают, понимаете? Это все равно. Ну или это они сами делают, просто, так сказать, никто не написал, никто не обратил внимания на это. Тогда, конечно, я думаю, что нужно обратить. Вот я как могу, я так обращаю внимание. Но, друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Вы знаете, кто-то тоже говорит, а чего вы вот говорили, не занимаетесь? Зачем вроде как об этом говорить, если все остается как есть? Вы знаете, друзья, есть прекрасная фраза, чтобы зло существовало, надо, чтобы добро молчало. Но если все замолчат, если никто не скажет, ну тогда грош цена нам всем, мне кажется. Потому что если ты можешь об этом рассказать, если ты можешь об этом сказать, причем не ты рассказать, а просто озвучить мнение огромного количества людей, которые я вижу, пишут комментарии у меня на канале, на других каналах, вообще под видео, которые не касаются Ревы никак. Люди просто разочарованы тем, что происходит. То мне кажется, конечно, как бы сказать, блогер, понимаете, это не человек, который, скажем так, решает вопросы государственной важности в культурной политике или еще в какой-то. На это есть специализированные органы и так далее. Но обратить внимание на это блогер как раз и обязан. Обратить внимание на это общественности. Скажем так. Или каких-то органов, скажем так, которые посмотрят как раз мнение общественности в комментариях. Понимаете? Вот в чем дело. Для этого говорится. Не для того, что какой-то блогер сказал, а тут человека на следствии не сказали, что нет, он петь не будет. Нет, такого не будет никогда. Иначе бы, наверное, каждый сидел просто и определял политическую жизнь в стране. Нет. Естественно, это попытка обратить как гражданина России и дать возможность людям высказаться. И посмотреть мне и, в общем-то, другим людям и каким-то, может быть, регулирующим органам. А что происходит? Люди действительно в таком количестве против? Или это может быть действительно какая-то заказуха? Ну, к примеру, я имею в виду, да? Поэтому крайне важно, конечно, ваше мнение тоже в комментариях, активность. Потому что это и есть проявление, собственно говоря, воли людей. Воли людей. Друзья, я вас приглашаю на свой сайт buddegryshina.com для бизнесменов-предпринимателей. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, уже сегодня стали вашими, посмотрите видеообращения на моем сайте, заинтересуют, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришина. Новости, новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников. Все самое интересное в одном месте. Встретимся там. Это телеграм-канал Будда Гришина новости. Обязательно подпишитесь, друзья. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok